Приветствую вас! Я Владимир. Почему я вообще занялся этим делом? Дело в том, что где-то три года назад я прочитал книгу американского, тогда он был еще кардиологом, сейчас он уже больше известен как диетолог, Уильяма Дэвиса под названием «Пшеничный живот». Само название подразумевает источник роста этого самого живота. Мало кто знает о том, что существующая сегодня пшеница это такой нововыведенный сорт твердой пшеницы. Ее вывел человек, который потом получил за это Нобелевскую премию, за то, что он накормил голодающих по всему миру. Вот эта вот пшеница, которая сейчас повсеместно используется, из которой пекут и булки, и макароны. Это твердый сорт пшеницы. Она своего рода монстр, такой генетический. Хоть генетическими манипуляциями он непосредственно не занимался, но в результате селекции он изменил генетический код пшеницы. Если, например, раньше у той пшеницы, которую ели наши предки, было 28 хромосом, то в этой их 42. Разница в хромосомах очень хорошо видна на примере человека и обезьяны. У человека 46 хромосом, у обезьян их 48. Доктор Дэвис очень четко показывает, что вот эта пшеница нововыведенная, которая сейчас, она вызывает и ожирение, отложение висцерального, этого внутреннего жира, вызывает всплеск инсулина, который приводит и к диабету, плюс там содержится ряд аминокислот, которые нарушают нормальную работу кишечника и приводят даже к раку кишечника. Там целый букет заболеваний, которые вызывает вот эта пшеница. Где-то используется традиционная пшеница, хотя маловероятно. Традиционная пшеница называется и называлась, даже у Пушкина есть в одном из произведений, она называется полба. На западе ее называют спелта. Она часть итальянской национальной кухни даже есть. У нас, в принципе, тоже продается эта самая полба, точнее мука из нее, но она очень дорогая и крайне редкая. Где-то два с половиной года я вообще не ел хлеба, поскольку даже черный хлеб, так называемый, если брать в магазине его, он, во-первых, как правило, идет с добавлением пшеничной муки. Даже если где-то можно случайно найти так называемый чисто ржаной хлеб, во-первых, если почитать рецептуру, там неизвестно, что еще добавляют. Плюс очень важная проблема – это хлебопекарские дрожжи. Я дам ссылку в статье об этих хлебопекарских дрожжах. Кратко, это крайне вредный, страшный даже продукт по ГОСТу даже советскому. Это такие там технические всякие компоненты содержатся. В свое время даже гитлеровцы, гитлеровские бонзы рекомендовали всячески распространять на территории унтерменьшей вот эти хлебопекарские дрожжи, мол, славяне по причине их употреблений сами вымрут. Почему я раньше не делал хлеб сам? Ну, как-то идея такая приходила в голову, но, опять же, по причине того, что необходимы дрожжи, я, соответственно, не делал. Слышал я о том, что используется закваска, но у меня было неправильное представление о том, что такое закваска. Мне казалось, что это такое что-то особенное, редкое, передающееся из поколения в поколение. Мне даже предлагали когда-то такую закваску. Именно вот так мне и сказали, что это досталось от предков там по эстафете. Закваска – это очень простое дело. Я становился, как человек современный, экономящий время, становился на хлебопечке. Но хлебопечка обычно используется в автоматических всяческих режимах. Там куча функций. Нам это не надо. Хлебопечку я использую исключительно в ручном режиме. Один режим я использую – это замес теста, опять же, с использованием собственных рук. Второй режим – чисто выпекание. Все. Все остальные функции не нужны. Поэтому при выборе хлебопечки надо руководствоваться лишь вот этими критериями. То есть максимально простая, максимально дешевая. Самостоятельная хлебопечка, ржаной хлеб никакая, в принципе, приготовить не может. Законистbased компьютер. Продолжение следует...